Привет всем! В этом ролике я покажу, как внутри Elite Danger'а задобиться вот такой картинки. На Reddit'е вы можете найти тему, где человек с ником Cobman11 делится своими скриншотами. В комментариях есть его конфигурационный файл для решейда, но я так и не смог заставить его работать. Тем более, сейчас вышла новая версия программы, и там многое поменялось. В частности, появилась утилита под названием Mediator, которая позволяет с комфортом редактировать параметры решейдера. Необходимо сразу сказать то, что этот эффект не предназначен для непосредственной игры с ним, а только для съемки скриншотов и видео через отладочную камеру. Почему? Я расскажу в конце видео. Для получения ранее показанного эффекта вам необходимо будет скачать решейд с его сайта, решейд.ми, ссылку я оставлю в описании, и распаковать в любую удобную для вас папку. После этого запускаем файл Mediator.exe, который попросит вас выполнить несколько простых действий. Для начала нужно будет выбрать исполняемый файл игры. Именно его, а не лаунчера. Затем будет необходимо создать пустой пресет под этот файл, куда будут сохраняться все примененные вами эффекты. Далее Mediator скажет, что для внесения настроек в игру надо нажать кнопку Apply, а затем Permanent Push to Application. Такое надо будет делать каждый раз, чтобы применить новые настройки. На этом обучение закончено, и мы можем приступать к делу. На вкладке Pipeline представлены все виды эффектов, которые можно применить в решейдере. Но сейчас нам нужен непосредственно второй эффект сверху, Depth of Field. Нажимаем на чекбокс, идем во вкладку Common, и в блоке Depth Settings переключаем слайдер RFX Log Depth на значение 1. Это включит поддержку логарифмического буфера глубин. После этого на вкладке Pipeline нажимаем на название нашего эффекта и попадаем в его настройки. Там выключаем автофокус одноименным слайдером и подстраиваем дистанцию фокусировки. После этого можем применять настройки к игре и смотреть, что выходит. Все применилось, эффект заработал. Теперь я хочу вкратце рассказать об общих настройках этого эффекта. В решейде есть 5 различных алгоритмов, по которым будет высчитываться резкость. Вот эти группы параметров под названием Global Parameters будут применяться ко всем 5 алгоритмам. А вот эти две группы и те, что находятся на оставшихся трех вкладках, каждый к своим алгоритмам. При наведении курсора на ползунки вверху будут высвечиваться описания того, за что они отвечают. Самый верхний ползунок – выбор метода, по которому будет осуществляться размытие. Второй ползунок – автофокус. При значении 1 камера в игре будет фокусироваться в определенную точку. При нуле вы сами должны выбирать расстояние, на которое будет производиться фокусировка. Следующие два ползунка отвечают за выбор точки автофокуса. Фокус радиус и фокус сэмпл – настройки, отвечающие за размер области автофокусировки, и за еще какую-то штуку, с которой я пока не разобрался. Near Blur Curve и Far Blur Curve – то, насколько плавным будет переход от резкого пространства к блюру. Первый ползунок предназначается для блюра перед резким пространством, а второй – блюр после него. Manual Focus Depths – дистанция, на которую будет фокусироваться камера при ручной фокусировке. Наш основной параметр для настройки. Infinity Focus – то, где будет бесконечность. При единице – на реальной бесконечности. Чем меньше значение, тем быстрее камера сфокусируется на бесконечности. Blur Radius – силы размытия. Для интереса я покажу, что будет, если выкрутите этот ползунок на максимум. В принципе, могут выйти интересные кадры. Экспериментируйте на ваше усмотрение. Все, с настройками разобрались. Но сейчас, бонусом, я расскажу еще про несколько вещей. Первое. Если активировать эффект Show Depth Map в секции Pipeline, то по нажатии кнопки F12 игра будет выводить на экран карту глубин, по которой идет размытие. Чем чернее объект, тем он ближе к камере, а чем светлее – дальше. Второе. Я привык играть с утилитой EDFX с профилем Interstellar Feeling Full Effects за авторством пилота SkyBet. Утилита представляет из себя удобный профайлер с поддержкой горячих клавиш, позволяющий менять профиль решейдера на лету и включающий в себя вышеназванный авторский профиль. Эта утилита работает на основе решейд, а значит, что мы можем использовать пресет через медиатор и совместить его с глубиной резкости. Для этого на время закроем медиатор и зайдем в папку, куда вы распаковали решейд. Далее заходим в папку решейд, персонал файлс, пресетс и создаем папку с любым названием. Далее скачиваем EDFX или заходим в место, где он у вас лежит на компьютере. После этого открываем папку профайлс и выбираем профиль, который вы хотите перенести в решейд. Заходим в него. Выделяем все файлы и копируем свежесозданную папку в решейде. Далее переходите в папку, где лежат профили решейда, входите в любой другой профиль и копируете файл pipeline.cfg в папку со свежесозданным профилем. После этого можно запускать медиатор. В нем выбираем игру. Выбираем наш свежесозданный профиль и внедряем настройки в игру нажатием кнопки Apply и Push. Все, эффекты применились. Теперь идем во вкладку Pipeline и видим все типы эффектов, с которыми работал профиль EDFX. Выбираем эффект тилдшифта и выключаем его, потому что это фейковый тилдшифт, который не использует карту глубин и просто создает блюр в нижней части кадра. Затем включаем чекбокс у эффекта глубины резкости и идем во вкладку Common. На этот раз, кроме логарифмического буфера глубин, вам придется включить все настройки из блока Core. Первая настройка при нулевом положении слайдера заставляла решеть работать только с эффектами от SweetFX. Вторая же настройка включает и выключает поддержку всех эффектов, завязанных на буфере глубин. После этого внедряем настройки в игру и видим то, что у нас удалось совместить EDFX-овский пресет и глубину резкости. И напоследок я объясню, почему мы не можем использовать эффект глубины резкости при игре от первого лица. При включенном эффекте изображение странно замылилось. Это произошло из-за того, что в карту глубин не добавляется интерфейс игрока. Но даже если мы выключим его, то нас поджидает вторая подстава. Кабина является одним большим объектом, находящимся вблизи камеры, и не разделяется на органы управления кораблем, пилота или на предметы обстановки. И последняя плохая новость. На этот раз для тех, кто любит снимать скриншоты при включенном суперсемплинге. С ним карта глубин не отрисовывается и размытие не работает. На этом у меня все. Надеюсь, вам помог этот урок. Если у вас возникнут вопросы, задавайте их в комментариях к видео, я постараюсь на все ответить. Спасибо за просмотр.